здравствуйте товарищи мастера и давайте разберем базовых ссср персонаж я буду расследовать их от трех звезд но так как у меня не все ссср в 3 звезды огромная благодарность мастерам которые скинули мне их трехзвездочных базовых ссср дабы я смогла вам показать что они могут и все пассивки на третьих звездах я также буду озвучивать одна из стабильности этой игры базовых персонажах это то что даже у сср есть соузависимые персонажи такие как blade данте куя и гару у них также как ур ср поднимается атака при присутствии таких же как они куй гару данте команде на третьей звезде но единственное что если у dd повышается атака то у данте так как он щитовик у него повышается емкость щита озвучивать именно вот пока мелькают на экране ссср их скилл я не буду опять я опишу все это ниже в описании к видео чтобы вы смогли прочитать и не запутаться ну и конечно же на практике я буду озвучивать все их пассивки что они могут от трех звезд я не беру в расчет пятую звезду по причине того что ее достаточно тяжело собрать но при этом если вы мейните персонажей вы его собираете в пять звезд то вы и без меня знаете на что способен ваш любимый базовый ссср персонаж также опять же напоминаю вам 1 звездочный сср гораздо хуже чем 3 звездочный сср персонаж по причине того что на третьей звезде есть пассивка которая дополнительно раскрывает персонажа плюс также увеличивается сила ульты но при этом нет ничего плохого если вам нравится и вас устраивает играть 1 звездочным сср это не значит что после моих слов бросайте все либо кидайте меня камнями с фразами что вот у меня есть 1 звездочный такой-то такой-то сср и мне удобно это замечательно если вам комфортно играть от одной звезды и сейчас быстренько пробегусь по сср данте по причине того что я практически ни у кого не видела его в команде потому что он дает не скажу что много щита да на всех но это не особо много даунтовые танки странно звучит ну пусть будет они дают гораздо большие защиты для себя самого плюс агрят врагов а сср данте он накладывает с каждым ходом щит который составляет восемь процентов от его максимального здоровья а на ульте он накладывает щит равный шестнадцати процентам от его максимального здоровья то здоровье можно разогнать например через якума но все равно это малоприятно также на третьей звезде данте зависит от других данте в пачке у него за каждого увеличивается емкость щита и еще на восемь процентов и того от себя самого кстати тоже увеличивается по факту если данте базовый будет один в команде трехзвездочный то емкость щита будет больше на 8 процентов если он будет в команде с еще одним данте к емкости щита добавляете еще 8 и того 16 за 2 данте ну и в целом так играть если кто-то из вас играет за трехзвездочного сср данте базового пожалуйста напишите расскажите как вам через него играется может я и пощупать нигде не могу и сама его качать не буду потому что нет нужды в этом теперь поговорим про play там с ульты он поднимает себе атаку на 12 с половиной процентов и может увеличить еще раз другой ульты также на 12 с половиной процентов и того будем уметь за 2 ульты плюс 25 процентов к любой атаке блейда базового также у него нет ограничения на этот баф то есть он держится вечно пока идет бой разгоняйте 25 процентов за две ульты и баф навсегда с вами на третьей звезде он имеет пассивку которая зависит от блейда в команде совершенно неважно какого они будут ранга главное чтобы их было не меньше трех команде но в любом случае за себя самого блейд также имеет пассивку на увеличение атаки плюс восемь процентов идет это и к ульте и к ударам с руки и если вы сейчас обратите внимание на бафы блейда после его ульты вы увидите поднятие атаки это сработало ульта и атака у него стало выше на 12 половиной процентов со следующей ульты она также поднимется и будет держаться сколько вам надо пока вы не выиграете этот бой теперь поговорим про якума якума имеет достаточно хороший сама баф во время того как он бьет с руки он во первых бьет врага а во вторых поднимает себе атаку на 10 процентов и этот один десятипроцентный баф держится три хода то есть вы можете разогнать его перед ультой примерно на 30 процентов также ко всему прочему с ульты якума также поднимает себе атаку на следующий ход на 25 процентов который также держится три хода чем больше вы бьете якума тем больше у него будет атака из-за самостоятельного бафа и также в дополнение к бафам на третьей звезде если его здоровье больше 75 процентов он добавляет к атаке еще 25 процентов достаточно хороший независимо ни от кого д.д. и далее будем разбирать оставшиеся пять ссср персонажей начну я с гару потому что по сути он чистый д.д. никаких дебафов он не накладывает на третьей звезде имеет пассивку от самого себя неплохо неплохой массовый ауешник подходит для фарма ресурсов либо куда-нибудь меж боссовые этажи в башне или руины базовый куя тоже достаточно хороший ауе обладает нормальным таким хорошим уроном имеет пассивку от самого себя но при этом еще и дебафает врага мешая ему хилиться одно из отличий у ссср квинси это то что разгон с его урона от руки держится вечно а не так как у р или ср полуходовочно на 6 ходов у этого товарища урон с руки поднимает атаку на 5 процентов максимально можно настакать себе плюс 30 процентов урону и он будет держаться все время пока длится бой эдмонд на третьей звезде поднимает себе атаку за каждого д.д. в пачке максимально трое и за каждого д.д. он имеет плюс 17 процентов урону ссср олива он хилит причем хил у него накапливается с каждым ходом становится все сильнее и сильнее также на третьей звезде он хилит союзника с наименьшим количеством хп которого сильнее всех покалечили плюс ко всему олива также хилит с ульты и хил от его ульты держится еще в течение трех ходов чем больше вы им ходите тем сильнее он будет здесь все просто если разглядывать именно базовых что мы сейчас и делаем то ульта у ссср эдмонда является единственным в своем роде похожая ульта ульта есть только у астрального квинси но она действует только один ход а у базового эда эта ульта действует в течение всех ходов до следующей ульты что она делает она наносит двойной урон сама по себе ульта у него маленькая но удары которые будут совершаться после ульты будут наносить двойной урон то есть не один удар с руки один за два будет считаться что достаточно много а единственный саппорт который может дать вам такой эффект как у базового эда это новогодний данте который со своей ульты также дублирует урон с руки у всех д.д. наш гару с ульты просто бьет массовым уроном больше чем с руки и в целом ничего просто ауе д.д. а вот куя с ульты он может застанить врага и на следующий ход вернее во время этого входа во время стана если увидеть искорки мигают у врага враг мне ничего не сможет сделать потому что он находится в состоянии шока и этот ход он пропускает и этот навык навык ульты может помочь вам выручить в некоторых нюансах на некоторых этапах про пассивку ссср квинс в звезде я уже говорила просто не упомянула что это пассивка он стакает себе атаку вот эти вот плюс пять процентов с каждым ходом это его навык на третьей звезде для разгона ульты для себя самого для себя любимого просто с ульты достаточно жирно бьет дорого богато красиво жить не запретишь и так как мы разобрали всех ссср базовых давайте немножко про компоновку их именно только ссср есть минус у ссср нет саппорт нет базового саппорта есть только базовый щит и то на самом деле так себе поэтому в целом в тех локациях где щитовик и саппорт не нужен либо при том моменте что у вас все раскачаны достаточно хорошо можно играть чисто через дд и через хилл либо вообще чисто через дд а там где противников больше двух трех тогда можно взять гару и можно взять кую спокойно ваншотать всех проходить сюжет и либо ивенты но все уже настоятельно рекомендую мы говорим про базовых персонажей еще раз повторюсь комбинировать их с сср и с р об этом будет потом будет я не знаю как я буду собирать все свои мысли в кучу но я очень постараюсь очень сделаю все это для вас чтобы было понятно в общем и целом базовые сср неплохи они достаточно играбельные проходят в принципе весь контент который только можно если не брать в расчет какие-то супер-супер-пупер сложные спешлы например такие как башни либо руины там могут проседать иногда либо по урону либо по хп не вывозить даже при полной раскачке полном потенциале и интиме иногда такое происходит но в любом случае каждый из них уникален в своем роде базовые персонажи они на то и базовые чтобы объединять их с друг с другом а не играть в одиночку поэтому все в ваших руках а на этом все всем спасибо за просмотр всем хорошей игры удачных круток и пока 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 пока